Здравствуйте, друзья! Наконец-то вышло обновление вездеходной, ступенькоходной, многофункциональной креслоколяски Caterville GTS 4WD версии 2024 года. Модель очень интересная, потому что с 2021 по 2023 год эта колясочка являлась лидером продаж, но в то же время именно по этой модели было больше всего обращений в нашу техническую службу. Какие проблемы были в этой коляске и какие решения были предложены в версии 2024 года, будем разбираться в процессе. А теперь давайте вообще посмотрим, что вообще это за зверь такой. Без лишней скромности нужно сказать, что это единственная во всем мире машина, ну язык не поворачивается назвать это коляской, которая имеет в своем арсенале полноприводный вездеход, имеет ступенькоход, имеет функцию заднего привода, имеет гироскоп. Ну, в общем, давайте про каждую из этих функций поговорим отдельно. Сразу после включения коляски появляется меню выбора режима движения. Давайте выберем гусеничный режим. Время трансформации занимает около 15 секунд. Пока коляска трансформируется, джойстик не активен. Как только трансформация завершится, мы услышим сигнал от пульта, и тогда можем ехать. Есть сигнал от пульта, есть. Мы начинаем движение. Гироскоп предварительно отклоняет кресло для безопасного подъема. Далее при подъеме гироскоп отклоняет центр тяжести назад, чтобы сохранить безопасное и комфортное положение. Если гироскоп не успевает отрабатывать, то колясочка сама притормаживает, несмотря на то, что мы давим на полный газ. Спуск вниз осуществляется точно так же. Мы просто жмем джойстик вперед. По сути, все, что должен делать водитель, это нажимать джойстик вперед, либо назад. А все остальное за него сделает электроника. Давайте теперь перейдем на полный привод. Я нажимаю режим, стрелочка уже на полном приводе, нажимаю выбор. Когда машинка встает на все четыре ведущих колеса, видно, что она очень взбитая и очень компактная. Ширина этой машинки по колесам, то есть максимальные габариты всего 65 см. Длина максимальная без подножек, то есть она будет у нас от гусениц до переднего колеса всего 92 см. Вместе с опущенной подножкой у нас будет 105 см. Высота от пола до сидения у нас всего 57 см. Ну, то есть это габариты обычной электроколяски, ну или габариты многих колясок с ручным приводом. Это, конечно же, очень важно в повседневной активности, когда нужно пересесть в коляску, проехать в какое-то помещение, проехать в дверной проем, заехать в лифт, развернуться в этом помещении. Ну, а что касается самих вездеходных характеристик, у нас на эту тему снято большое количество видеоматериала. Ну, например, можете посмотреть вот этот вот ролик. Отдельно стоит показать работу гироскопа в режиме полного привода. Ну, во-первых, вы вручную можете настроить удобный для себя угол наклона кресла. Сейчас мы это сделаем. Я нажимаю меню, угол сидения, и кнопками вверх и вниз я могу настроить комфортный для себя угол наклона. В колесном режиме этот угол наклона будет ограничиваться 13 градусами, но если перейти в гусеничный режим и затем в ручной режим, то кресло можно откинуть аж на 40 градусов. Ну, а во-вторых, при движении по пандусу или любой другой наклонной поверхности гироскоп автоматически отклонит кресло так, чтобы пользователь чувствовал себя комфортно и безопасно. Выезжаем на пандус. Тут 20 градусов. Съехали одним колесом, ждем, когда гироскоп отработает. И все теперь свободно, комфортно и непринужденно спускаемся по пандусу достаточно крутому. И то же самое при подъеме. Заехали, подождали. И все, далее с улыбкой, довольно комфортно, поехали вверх. Давайте теперь перейдем на задний привод. Я нажимаю режим, кнопка вверх и выбор. Спереди у нас опускается дополнительное колесо. Причем перейти на это дополнительное колесо, то есть на задний привод и на полный привод обратно, можно прямо на ходу, прямо во время движения коляски. Вы можете задать резонный вопрос, а зачем вообще нужен этот задний привод? Почему бы всегда не передвигаться на полном приводе в режиме 4WD? Ну, тут все дело в том, что этот полный привод, он хорош именно на пересеченной местности, на бездорожье, где-то на песку, на снегу. Особенность этого привода в том, что для поворота колесам нужно проскользить по поверхности, а при развороте на месте осуществляется так называемый танковый разворот. Все это может быть очень затруднительным при развороте на крупнозернистом асфальте, при движении в помещениях на ковриках, например, потому что все эти коврики будут непременно замяты. И плюс ко всему расход заряда батареи в режиме 4WD значительно больше, чем на заднем приводе. Поэтому мы рекомендуем при движении по асфальту и в помещениях перемещаться именно на заднем приводе. Итак, несколько слов о конструкции этой машинки. Силовой агрегат состоит из двух моторов по 400 Вт каждый. Значит, общая мощность 800 Вт. Управляются эти моторы от аккумулятора, который стоит в базе 42 Ач. Аккумулятор этот установлен вот здесь, в аккумуляторном отсеке. Чтобы заменить аккумулятор, например, на аккумулятор повышенной емкости 95 Ач, нужно открутить два барашка и получить доступ к этому аккумулятору. Также здесь, в задней части, у нас есть два желтеньких рычажочка. Это рычаги перевода коляски в режим толкания. То есть, сейчас у нас коляска стоит на стояночном тормозе. Повернув эти рычажки, мы можем просто катать эту коляску, катить её. На крышке аккумуляторного отсека у нас располагаются задние фонари. Значит, включаются фары у нас, собственно, отдельной кнопкой на пульте. Нажимаем, смотрим, как они у нас светятся. В режиме ближнего и дальнего света задние фонари у нас светят одинаково. А вот передние фонари имеют режим ближнего света, сейчас активирован. При повторном нажатии они у нас переходят в режим дальнего света. И ещё при одном нажатии переходят в режим аварийной сигнализации. Здесь между подножек у нас разъём зарядного устройства. Мы сдвигаем вот так вот крышечку, подключаем сюда зарядное устройство. Подушка сидения у нас крепится на липах. Мы можем её отстегнуть, для того, чтобы, например, постирать, заменить. Либо вместо штатной подушки можем установить какую-то свою противопролежную подушку. Подушка спинки также является съёмной. Сама спинка может быть установлена в три положения. Сейчас она установлена в среднем положении. Её можно сместить назад, можно сместить вперёд. Тем самым мы обеспечиваем три варианта глубины сидения. Тридцать восемь сантиметров, сорок пять сантиметров и пятьдесят два сантиметра. Ну а теперь мы уже плавно переходим к приятностям, то есть к комфорту. Вообще сидение на этой коляске очень удобное. Здесь есть на спинке такие вот боковые упоры. И на самой подушке также есть такие боковые упоры, которые центрируют именно корпус и обеспечивают боковую поддержку. Нужно понимать, что у всех есть свои индивидуальные особенности и необходимо иметь возможность отрегулировать коляску под свои потребности. Регулировок здесь очень много, поэтому давайте посмотрим на все эти регулировки в ускоренной перемотке. Теперь мы наконец-то переходим к новшествам, реализованным в версии 2024 года. Мы внимательно следим за обратной связью от наших пользователей. И все внесенные изменения, они как раз сделаны на основе обратной связи от колясочников. Одно из частых замечаний было положение стойки подлокотника, которая могла помешать пересаживанию сбоку. Чтобы этого не происходило, мы сместили эту стойку максимально назад, а барашек, который находился в передней части, мы его унесли назад. То есть теперь, подняв подлокотник, мы имеем полный доступ для пересаживания. Стоечка у нас максимально прижата к спинке кресла, так что при пересаживании мы можем не бояться зацепить нашу попу. Теперь для пересаживания вообще не нужно вытаскивать подлокотник, как на многих других колясках. Тем более на некоторых это реализовано, что приходится снимать вместе с пультом, располагать где-то на полу, пересаживаться, далее устанавливать обратно. Короче говоря, крайне неудобная история. Здесь вы просто тянете подлокотник вперед, вверх, то есть откидываете его, и он абсолютно не мешает пересаживаться. Пересели, опустили его обратно. Следующее изменение также касается подлокотника, но на этот раз именно самой подушки подлокотника. Мы наладили производство собственных подушечек, то есть вот эта подушечка нашего производства, а вот эта покупная подушечка, которая устанавливалась до этого. Этот подлокотник он шире и имеет ярко выраженную выемку посередине для того, чтобы рука, которая лежит на этом подлокотнике, не соскальзывала вбок. Более того, теперь мы можем отрегулировать ширину, то есть расстояние между подлокотниками. Здесь на подлокотнике есть винты, ослабив которые вы можете, соответственно, либо сдвинуть подлокотники друг к другу, и тогда ширина между подлокотниками будет 43 см, либо максимально раздвинуть подлокотники друг от друга, и ширина между подлокотниками, вот это расстояние будет 49 сантиметров также теперь можно сместить саму стойку либо вперед либо назад здесь есть дополнительное отверстие ну как правило это происходит вместе с регулировкой положение самой спинки ну а в предыдущей версии gts 4вд такой возможности не было ну и по многочисленным просьбам наших пользователей теперь мы включили в базовую версию gts 4вд стандартный двухточечный ремень представляет собой вот такую штуку стандартную автомобильную теперь он есть в базе теперь обязательно пристегиваемся даже если вы уверенно сидите в кресле ну и из важных эксплуатационных новшеств это то что нам удалось установить дополнительные колесо большего диаметра она выросла со 100 миллиметров до 150 миллиметров и более того но еще и стала теперь пневматическим ну во первых это очень хорошо сглаживает движение на асфальте и на плитке во вторых теперь появилась возможность преодолевать невысокие порожки до трех сантиметров прям так на заднем приводе с этим пневматическим колесиком теперь не нужно переходить на полный привод при виде таких вот порожков я конечно предвижу что владельцы предыдущих версий gts 4вд будут негодовать по этому поводу мол почему у меня такого нет но на самом деле это для нас было технически сложно потому что под капотом у этой машинки катастрофически мало места из-за большого объема функционала и нам пришлось очень много механики переделать чтобы мы смогли вот установить это колесико ну и к сожалению сделать апгрейд уже на существующих колясках установить другое колесо мы не сможем теперь расскажу про обещанные реализованные решения в плане надежности gts 4вд первое это рама кресла здесь в основании у нас была очень тонкая ножка которая при определенных нагрузках сминалась исправили было так стало так ведущие волы так как циклические нагрузки на gts 4вд на полном приводе могут достигать достаточно высоких значений в ведущие волы при определенных нагрузках срезала решили увеличением поперечного сечения этих валов то есть было вот так стало вот так далее мы заменили шины петра шина на шины иного эти шины имеют более твердую и более толстую резину во первых они будут теперь меньше истираться во вторых меньше прокалываться ну и в третьих лучше разворачиваться на gts 4вд 24 года установлен новый бортовой компьютер то есть блок электроники он имеет лучше влагозащиту имеет большую общую надежность а еще он более терпим к перегрузкам то есть когда мы будем носил gts 4вд на полном приводе она будет меньше жаловаться и меньше выдавать ошибок из визуальных и функциональных изменений у нас еще крылья gts 4вд во первых они изменили форму во вторых удлинена передняя и задняя часть теперь колясочку будет меньше закидывать грязью и снегом при движении привет сергею пристегину который посоветовал данные изменения спасибо большое так ну давайте выводы кому же все-таки подойдет кому нужна такая коляска ну во первых тем кто так или иначе сталкивается с необходимостью преодоление лестниц второе тем для кого нужна вездеходность то есть те кто сталкиваются с пересеченной местностью с разбитыми дорогами с преодолением льда или снега ну и третье тем кому при первых двух пунктах нужна также компактность машины то есть тем кому важно иметь возможность заехать в помещение развернуться в помещении заехать в лифт проехать во все дверные проемы иметь возможность заехать в магазин там развернуться рестораны кафе и так далее ну вот пожалуй все надеюсь ответил на ваши вопросы если что пишите спрашивайте всем спасибо пока спасибо спасибо Продолжение следует...